Вы не знаете, умножаете вы на положительные числа или на цель. Что вы сейчас на самом деле должны сделать? Перенести двойку в другую часть, тогда выражение сразу станет гораздо более простым. Давайте. Дело в том, что умножать-то нельзя, а вот перенести в другую часть, безусловно, можно. Вы читаете двойку, но при этом мы хотим, чтобы это имело как разумный слой. Значит, надо сразу привести к общему знаменателю, провести дробную черту сильно дальше. И вверху прямо так и писать. Два раза вычесть знаменателю. Минус 2х квадрат, минус 6х, плюс 8. Вот. Ну дальше, естественно, написать равно и упростить. Что там у нас будет? Хорошо, тут получится минус х квадрат, минус х, да, и минус х. Отлично. А в знаменателе? Все это уделить на х квадрат, плюс 3х. Минус 4. Так, господа, пожалуйста, раз проверяйте. И вот это должно быть больше или равно нуля. Давайте я сразу это перепишу чуть-чуть по-другому. Я думаю, вам так будет просто приятнее смотреть. В числителе х квадрат плюс х плюс 1. В знаменателе х квадрат плюс 3х минус 4. И вот это уже должно быть наоборот меньше экрана. Пожалуйста. Дальше надо разлагать каждый из этих многочленов на множители. Умеете ли вы это делать? А нельзя сократить х квадрат? Закратить х квадрат? Это, конечно, интересно. Х квадрат плюс х плюс х плюс 1. Вы, скажите, своей точкой зрели, это красивая штука. Х квадрат, это х квадрат, это х умнож на х. То есть, если здесь х умнож на х, здесь х умнож на х, но можно х скатить и еще просто 1. Можно. 1 плюс х и 1 плюс 3х. Ну, короче, понятно. Так нельзя делать. красиво 1 обладает замечательным свойством 1 в квадрате 3 умножить на 1 это как раз 4 пишем x минус 1 умножить на на x плюс 4 если перемножить намного интереснее что же делать числители надо научиться разлагать многочлен x квадрат плюс x плюс 1 на 0 если единицу сюда вставляешь то получается 0 это правда если четверку точнее минус 4 представляешь тоже получается 16 минус 12 минус 4 замечательно значит вообще-то в числителе там тоже будут какие-то два числа какое-то там число фи какое-то там число пси и выражение будет такое понятное дело и это конь значит чтобы решить эту задачу на самом деле вы должны решить вот такое вравнение как только вы найдете формула дальше 1 минус 4 пополам 1 минус 4 меньше 0 нет корней в принципе нет ни одного и поэтому господа наша вот эта идея была неправильной его нельзя разложить на множество что значит что его нельзя разложить на множество x квадрат плюс x плюс 1 всегда больше нуля замечательно а почему? потому что это параболы с рогами вверх а если народ еще не умеет рисовать рогами? это правда больше нуля потому что это больше или равно, а это больше понятно? числитель здесь всегда положительный поэтому да нет ничего не умеет рисовать возводитель квадрат x в квадрате дальше еще не важно сумма в квадрате это квадрат первого двойное произведение это как раз и есть x и квадрат вот этого что же у нас есть в результате? числитель всегда у нас снова больше а знаменатель вообще-то убрали все вы правильно писали знаменатель тут такой x минус 1 умножить на x плюс 4 да ну теперь давайте думать что же это означает это означает нужно отметить всего лишь две точки точку 1 и точку минус 4 и после этого на каждом надо понять как же будет выглядеть это выражение ну например если x очень большое здесь так может ездить? тогда здесь будет знак плюс дальше если здесь минус соответственно а дальше плюс а вам интересно чтобы было меньше или равно значит это нам удобно минус вот так все включать минус 4 я нет потому что они здесь стоят в знаменателе истоки поэтому настоящий ответ это x больше минус 4 и меньше и отлично спасибо 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 Продолжение следует...